физкульт привет друзья и ученики сегодня только что закончилась программа второй тренировки из серии full body для натурального атлета немножечко буду говорить с трудом потому что запыхался устал кстати вся тренировка силовая часть заняла меньше часа если кто сомневается пробуйте пытайтесь повторяйте после первой тренировки пришло очень много положительных отзывов от вас за что вам спасибо и вопросов большинство не понимают почему эти тренировки называются full body просто друзья большинство к сожалению из-за выкидышей от современной фитнес-бизнес индустрии трениров так называемых неправильно понимают вообще значение full body full body это не значит что на каждую мышцу нам необходимо делать отдельное упражнение за одну тренировку подчеркиваю представьте себе просто вот посмотрите первую тренировку и посмотрите сейчас вторую тренировку кстати ссылку на первую тренировку я оставлю и попробуйте просто соединить это все до любой человек даже на фармакологии сдохнет от такой нагрузки ни о каком прогрессе ни о каком росте не может идти и речь кстати если кто-то из вас не увидел ни в первой ни во второй тренировки своего любимого упражнения к примеру на спину тягу штанги в наклоне не расстраивайтесь это всего лишь пока первые две тренировки все будет я буду рассказывать что почему во второй тренировке я делал становую тягу и подтягивания на спину я не сочетаю становую тягу с тягой штанги в наклоне в одну тренировку считаю что это большая перенагрузка для поясничного отдела позвоночника все потихонечку все будет друзья кстати о фуллбаде я готовлю конкретно отдельно статью соответственно выйдет потом и видеоролик присылайте вопросы которые вас интересуют по фуллбаде и вы увидите убедитесь что на самом деле грамотная тренировка по фуллбаде это такой же сплит просто более грамотно подобраны именно под нужды натурального атлета ни в коем случае нельзя делать и становую тягу и приседания и другие базовые упражнения в одну тренировку ни в коем случае друзья в принципе в этом нет и никакого смысла и так приступим к самой тренировке но сначала вспомним что было в первой тренировке и ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В первой тренировке мы с вами поприседали фронтально. Поработали над грудными мышцами и трицепсами, в отжимании архобрусия и в наклонном жиме гантели. Также была задействована передняя дельта. И поработали на бицепс. Кстати, друзья, забыл вам сказать. В первую тренировку необходимо было сделать еще подъемы на носки стоя. Возьмите себе на заметочку, отметьте, и к первой тренировке добавьте это упражнение. Сегодня мы сделаем подъемы на носки сидя. Ну что, давайте начнем. Естественно, после общей разминки я приступил уже к специальной. У меня в разминку в специальную входят экстензии спины. Вы это прекрасно знаете. И сегодня я соединил это прекрасное упражнение с другим необходимым упражнением для того, чтобы дельты были большими, мощными и круглыми. И соединил экстензии с отведениями гантелей в стороны. Получилось прекрасное базовое гормоновыбрасывающее упражнение. Если вы его никогда не пробовали, попробуйте. Я сделал два разминочных подхода и три рабочих подхода на 12-15 повторений. Попробуйте, прочувствуйте нюансы техники, и вы будете очень довольны. Особенно вам спасибо скажет ваше тело. Мышцы, разгибатели поясницы завились, наполнились кровью. Многих это пугает, но на самом деле, друзья, это хорошо. Даже если вы будете чувствовать легкий дискомфорт, когда мы начнем делать становую тягу, это хорошо, потому что это будет говорить о том, что поясница наполнена кровью, и мы с вами хорошо размяты, застрахованы от получения травм. А травмы перечеркивают любой прогресс, любую тренированность, скатывают на нет. Нам с вами этого не нужно. В становой тяге я постепенно, в трех-четырех подходах, подошел к своему рабочему весу. Сегодня это было 200 килограмм. В рабочих подходах я делал 2-3 повторения. Всего, да, не забывайте, что разминка это разминка, а не работа, как у большинства. Не нужно себя утомлять, нужно подготовить свои системы организма к тяжелой работе. И грамотная разминка плавно вас подводит к этому. Я сделал один рабочий подход на 5 повторений. Затем, друзья, чтобы дать отдохнуть и пояснице, и всему телу, я перешел к упражнению подъемы на носки сидя. Обратите внимание на особую технику выполнения данного упражнения. Что в подъемах на носки стоя, то и в подъемах на носки сидя. Это очень важно. В свое время я делал по 5 блинов 20 килограммовых с каждой стороны. Дергал, голени то росли, то не росли, но больше попадали в перетренированность. Сейчас, когда я научился этой технике, веса снизились больше, чем вдвое, но голень получает гораздо больше нагрузки и, соответственно, лучше растет. В чем смысл, в чем нюанс? Два важных момента. Первое. Старайтесь, когда поднимаетесь на носки, что в тренажере стоя, что в тренажере сидя, работать преимущественно, делать акцент на большие пальцы ног. Следующий нюанс, самый важный нюанс. Нужно опускаться, опускать пятку одним движением глубоко, а подниматься на носок двумя движениями до параллели стопы с полом и следующим движением пятку вверх и медленно вниз. Раз, два, раз. Обратите на это особое внимание. Попробуйте. Вы уже с первых же повторений почувствуете разницу, почувствуете, как ваша голень наполняется кровью, как она работает. Это неописуемый кайф, друзья. Пробуйте. Затем, друзья, пришло время моего любимого и самого лучшего упражнения на широчайшие мышцы. На то, чтобы вы были мощными. И, кстати, бицепсы тоже очень хорошо работают. Вот почему мы говорим фуллбади. Я делаю одно базовое упражнение, к примеру, на спину, но хочу я этого или нет, бицепсы у меня тоже работают. То же самое и для трицепсов. Когда мы делаем любое жимовое движение, работает трицепс. И, кстати, передняя дельта. Но перед тем, как перейти непосредственно к подтягиваниям, необходимо размять свои суставы. Необходимо размять свои сухожилия, что очень важно, потому что можно получить серьезную травму. Я, к примеру, вешу 115 кг. Если я сразу прыгну на турник, я просто потяну свои брахиалисы и где-то целый год не смогу нормально работать в других упражнениях. Что на спину, то и на бицепс. Выход прост. Необходимо делать специальную разминку. У меня есть статья, есть видео об этом. Найдите, изучите. Сегодня я сделал это в женских подтягиваниях. Ноги на полу. Это снимает как минимум 50% моего веса тела и дает меня к работе. После этого я выполнил три подходика на восемь повторений. С минимальным отдыхом между подходами. С минимальным что значит? Это значит, как только я почувствовал, что мое дыхание более-менее восстановилось, я приступал к работе. Кстати, заметьте, что в разминочных подходах, если их у меня 2-3, я практически не отдыхаю между подходами. Потому что я не устаю, не выполняю на 15 повторений, 12, а делаю 3-4 повторения, постепенно повышая веса, приближаясь к рабочим весам. Может быть, поэтому вы не можете укладываться в 50 минут нормального тренинга, потому что ваша любая разминка превращается в работу и затягивается. Подумайте над этим. Следующее упражнение это разгибание кроссовик на трицепс. Я сделал 3 подводящих разминочных подхода, практически не отдыхая между подходами. Выставил максимальный вес на тренажере, или в тренажере, как правильнее сказать по-русски. И сделал максимально возможное для себя количество повторений в идеальной технике. Около 20. К сожалению, веса больше нет. Нужно покупать новый кроссовер с более мощным весовым стеком. После, друзья, пришло время заключительного упражнения. Это отведение гантелей в стороны. Я также сделал 2-3, не помню сейчас, разминочных подходика и 2 рабочих подхода на 13 повторений. Мне очень нравится работать на дельты на 13 повторений. Не знаю почему, возможно, это просто мое любимое число. Но вам я рекомендую также придерживаться 8-12 повторений. Это лучшее число, лучший промежуток, диапазон повторений, укладываясь в который, вы будете гарантированно запускать мышечный рост. При том, что не будете ускоряться в негативной фазе, будете делать ее в 2-3 раза медленнее, чем негативную. Как только почувствовали, что следующее повторение не удастся вам выполнить в идеальной технике, прекращаем делать подход. Это залог здоровья, залог того, что вы будете расти и прогрессировать. И, как всегда, друзья, заканчиваем любую тренировку, особенно такую, где есть приседы, где есть становая тяга, гиперэкстензиями. 4-5 подходиков на 12-15 повторений. Спина скажет вам спасибо. Если у вас есть травмы, тем более, а если у вас нет травм, делайте это упражнение, делайте мою гимнастику и травм в пояснице, крыш, протрузии у вас никогда не будет и не появится. Что может быть лучше и прекраснее? Друзья, спасибо за то, что смотрите. Обязательно пишите ваши комментарии и вопросы в комментариях. Ставьте лайки и дизлайки, что понравилось, что не понравилось, соответственно пишем в комментариях. Только тогда имеет смысл, особенно если мы говорим о дизлайках. Не забывайте, что сейчас вы можете купить мои электронные книги. Одну отдельно для девочек, другую отдельно для парней. Это идеальные, шикарные книги, как грамотно начать тренироваться в натуральном тренинге. Как грамотно начать свой путь. Расписано практически на два года. И питание, и тренировки, и тесты. Как переходить с одной ступени на другую. Для парней отдельно, для девчонок отдельно. Пишите мне в личку в контакт, и я скажу вам, как можно приобрести эти книги. Стоимость каждой из них 25 баксов всего. Но вы получите ценнейшую эксклюзивную информацию, которую, я вам гарантирую, вы нигде больше не встретите. Ну что, друзья, увидимся, как всегда, в тренажерном зале. Всем сухой мышечной массы и силы без травм. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok